Постоянно где-то пропадают 4 дозы. Полицейские wing. Так что же, это коррупция или просто какая-то расхлябанная что-то? Когда вот деньги будут, тогда и посмотрим. И эта загадка может быть для тех, кто хочет поступать медицински или уже заканчивает. То есть непонятно, что с ними делают. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое субъективное мнение. На прошлой неделе это, наконец-то, вакцина против COVID-19 в Кировоградской области. Кому ее колят, а кому не колят. Устиновка против Мищенко. Кто выиграл в земельном споре. Новая жизнь для Александрийской больницы. Такое вообще бывает. 4 марта. День знания имени ректора Центральноукраинского педуниверситета. В Александрии разбираются 41 миллионом гривен. И в Кропивницком новый взяточник. Хотел 11,5 тысяч долларов. Итак, вакцина в Кропивницком. На этой неделе в Украине начали вакцинировать от нового коронавируса. И я не скажу, что вот эта вакцина, AstraZeneca или Covishield, настолько хороша, как Pfizer. Но на уровне. Ученые говорят о том, что она эффективна в 70% случаев. Это имеется в виду от 70%. Ну и в пользу вакцины говорит тот факт, что ответственные за Covishield в нашей области сами себе ее и вкололи. Это медицинские чиновники Олег Рыбальченко и Надежда Перчук. И все вроде хорошо с AstraZeneca, если бы не. У нас вдруг на Кировоградщине открылась интересная и удивительная статистика. В сети спрашивают, и эта загадка может быть для тех, кто хочет поступать в медицинский или уже заканчивает. Итак, в одной ампуле этой вакцины 10 доз. Открытую ампулу нужно использовать в течение 6 часов. Но согласно статистике пресс-службы Кировоградской ОГА, не каждый день количество врачей кратно 10. То есть, например, 25 февраля получили укол 56 человек, а 26-го – 66. Постоянно где-то пропадают 4 дозы. То есть, непонятно, что с ними делают. Или, ну, допустим, медсестра взяла и эти 4 дозы вылила в унитаз, не дай бог. Или, может быть, наоборот, врачи сохраняют эти 4 дозы и перепродают кому-то. Может быть, и такое. По одной таблетке вызывает моментальное привыкание. Моментальное привыкание! Вы с ума сошли? Вам нельзя столько это. Док, док, дай мне еще, у меня есть деньги. Так что же, это коррупция или просто какая-то расхлябанная, что ли? Да, и, кстати, каждая доза стоит 3 доллара. Получается, за смену вот эти недостающие 4 дозы – это 12 долларов. 12 долларов пропасть. Три порции шашлыка. Выбросила в пропасть. Пропасть. Ну и, конечно, скорость, которая в Украине вакцинируют от ковида, в других странах уже миллионами исчисляют вакцинированных. А у нас пока вот только в Кировоградщину приехало, если не ошибаюсь, 12 110 вакцин. Ну и плюс 13 тысяч шприцов. Сначала вакцинируют, если кого интересует, порядок очереди, например, сотрудников мобильных бригад по иммунизации. Потом прививку дадут медикам, которые работают с больными коронавирусом. И дальше тех, кто следит за пожилыми людьми. Сейчас на Кировоградщине в первом этапе вакцинируют 6,5 тысяч людей. Я бы хотел быть в очереди на эту вакцину. Наконец-то в Александрии появился шанс получить хорошую городскую больницу. Вероятно, вы помните, да, в каком состоянии она была при Степане Цепюке. Разрушенные ступени, обшарпанные стены. И при этом, напомню, Цепюк всегда говорил о боевой готовности Александрии к коронавирусу. Но оказалось не оказалось. Больница стала символом тех дел, которым призывал Цепюк. В смысле проверять и доверять. Нынешний мэр решил, что больница еще одного такого, как предыдущий мэр, не переживет. Поэтому договорился с Фондом регионального развития о ремонте Александрийской больницы. Но есть одно но. Пока все это слова, то есть это намерение. Когда вот деньги будут, тогда и посмотрим. Устиновка таки не пошла на предложение несостоявшегося губернатора Мищенко и не отдала свою землю по 12% за гектар. Люди, как только стали громадой, заметьте, они начали считать деньги. Поэтому и не хотят 20, а то и 30%. Но никак не 12%. И вообще довольно правильно выдвинуть такие требования на аукцион. Потому что, ну, а может повезет. Может не 20, может не 30. И все 50% будут. И вот теперь мы знаем, что 500 гектаров в Устиновке ждут своего арендатора. Я только представляю, как это будет после того, как рынок земли вырастет. Какие там будут цены. В Александрии определились, куда пойдет 41 миллион субвенций от областного совета. Об этом я прочитал у блогера Виктора Голобородько. Что же изменится для Александрии детально? 35 миллионов из областного бюджета на ремонт улицы Кировоградское шоссе. Причем я не понимаю, почему еще это шоссе Кировоградское. Где же закон о декоммунизации. 2 миллиона пойдет на учреждение охраны здоровья. Почти полтора миллиона получит Теплокоммунэнерго. Кроме этого, получат деньги и садик, и школы, и даже учителя, которым будет за что ездить на работу. И еще одна сумма, почти 4 миллиона, пойдет к коммунальному предприятию «Чистый город». Как пишет Голобородько, это шанс покосить долги, как говорят, попередников-хозяйственников. В Центральноукраинском педагогическом университете снова выбирают ректора. У меня ощущение дежавю. И у меня. Были надежды, что перевыборы изменят позиции главных соперников Радула и Семенюка, но нет. В первом туре по 147 людей проголосовало за каждого, что за Радула, что за Семенюка. Голосовать могло 456 человек. Ну и теперь во втором туре очень интересно, куда перейдут голоса тех, кто голосовал за. А, например, Анну де Форш, Евгения Клодца, Сергея Мехиду, Евгения Соболя и Виталия Юраха. Может быть тут патовая ситуация, как в прошлом году, когда за Семенюка было 122 человека, а за Радула 120. Я напомню, чтобы победить тогда нужна была половина голосов. Ну, почти половина. Половина плюс один голос. Теперь как будет? Надо 229 человек или больше? Или опять будет 210 и 212? Ну вот как-то процесс этот затягивается. Скоро, я так понимаю, появятся студенты, которые постоянно учатся во время выборов ректора. И снова взятка. Любимое дело Болонья живет в Кировоградской области. На этот раз в Кропивницкой летке взяли на взятки декана одного из факультетов. Агентство СИБИН сообщает, что им таки является Валерий Шульгин. Просил подозреваемый себе ни много ни мало 11 600 долларов. И это только за доступ к полетам. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота. Вы представляете, теперь надо будет спрашивать, а кто там штурман или пилот в самолете? Если скажут, что из Кропивницкой летки, то сразу как и сдавайте билеты. Потому что это только одного Шульгина словили за 11 600 долларов. А сколько же там других? И какое качество преподавания и обучения в летке? И хорошая новость для любителей потереть пенопластом по стеклу. Насколько помню, в Кропивницком есть же завод Красный Зеркальчик. Если еще не стал банкротом. То теперь в пару есть завод, который будет изготовлять и уже изготовляет пенопласт. Завод всегда хорошо. Тем более, когда завод предоставляет 120 рабочих мест. Главный товар, во всяком случае первый товар этого завода, теплосохраняющие плиты. И назвали эту марку пенопласта Зеленый Журавлик. Логично. Не правда ли? Вполне намекаю, что завод, я так и думаю, появился в том числе и благодаря представителю слуг народа. Но Журавлик, он такой, сегодня зеленый, потом синий, потом красный. В зависимости от того, где, как лучше себя чувствует владелец, так сказать, бренда. Полицейские кировоградщины могут снимать о себе, в принципе, реалити. Потому что возникает в таком видео, что дух захватывает. И это видео не искусственное, не постановочное, а настоящее, реальное. На этот раз мы смогли увидеть настоящую погоню. Против полицейской машины попробовала выступить машина из советского прошлого Жигули. Трое парней решили угнать этот автомобиль, но, увы, для воров ими заинтересовался патруль. Ну и догнал. Полицейские win, как говорят в Mortal Kombat. На этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяется на краще. Ну, кроме, конечно, местных взяточников. Пока. Продолжение следует.